Меня зовут Андрей Макаров, и в этом году я расскажу немного про Rocket Chat и про реальный, пока что, правда, всего двухмесячный, опыт его внедрения. Возможно, некоторые из вас, те, кто был на прошлом мероприятии, помнят, что на прошлом мероприятии я тоже был и рассказывал про другое приложение, про SIP-клиент Twinkle. На тот момент я работал в одном екатеринбургском веб-хостинг-провайдере и крупными внедрениями, в общем-то, не занимался. С тех пор я покинул мир большого хостинга и теперь тихо-мирно хозяйствую в сети небольшой компании, производящей программное обеспечение. Вот даже так. В основном развлекательной направленности. И это как раз послужило предпосылкой к вот этой истории. Достаточно быстро, оказавшись на новом рабочем месте, то есть я обнаружил, что в компании существует такая глобальная задача, как Jabber не нужен. Потому что компания несколько лет до этого уже, как внедрила в качестве корпоративного стандартного мессенджера, все, что угодно, работающее на XMPP, плюс корпоративный сервер на, если мне не изменяет память, на OpenFire, да, на OpenFire. То есть это Java, там она есть много памяти и прочее, иногда падает. Плюс за это время накопился я других претензий, не столько к XMPP, сколько к конкретным реализациям клиента, может быть, к настройке самого OpenFire и прочее. Ну, как бы то ни было, то есть в данном случае диалог организовывать было несколько не комильфо, и я просто это принял как парадигму. То есть от Jabber нужно было отказаться. Помимо того, я явно наблюдал и на тот момент, и на текущий момент, наблюдаю некоторый велотекущий кризис коммуникации внутри компании, потому что, например, в качестве реализации простой задачки получить фирменные обои с логотипом, чтобы поставить их на новые рабочие станции в качестве штатной установки, можно написать в отдел PR, запросить у них эти обои и получить ссылочку на самбо-папочку, которую мне, как, соответственно, человеку, использующую Debian на рабочем месте, а придется еще и отдельно подключить, дойти до нее. То есть я просто не могу нажать на ссылку, просто скачать картинку. Это, конечно же, на момент 2016 года для меня лично несколько неудобно. Полагаю, это не менее неудобно для остальных, но, возможно, они привыкли. Само собой, подобная ситуация выразилась еще и в том, что потихоньку терялся контроль над информационными потоками, возникала куча так называемого теневого программного обеспечения и практики его использования среди сотрудников. Так, на текущий момент достаточно большое количество сотрудников использует Skype, потому что он не умеет то, что умеет, вот та инсталляция джайбер, которая. И все это, соответственно, руководство хотело решить. Так или иначе. Соответственно, был запущен процесс. Пока мы искали новую платформу, я сформировал ряд кайтеров. То есть вопросил руководству, точнее, что же на самом деле руководство хочет. И все это можно было свести примерно к следующему списку. Во-первых, конечно же, очень было желательно, чтобы все это сочеталось с текущей практикой использования AD и LDAP, который у нас работает через SAMBA. SAMBA 4, причем от 4.0 до 4.1 на текущий момент. В общем, там все достаточно странно. И надо сказать, этот LDAP до тех пор, пока не происходит рассинхронизация контроллеров домена, работает вполне нормально. Мы его используем для почты, для некоторых веб-ресурсов и прочее, прочее. Хотелось бы, соответственно, продолжить практику. Далее. В общем и целом, руководство было изначально настроено на то, чтобы сам по себе платформа коммуникации располагалась где-нибудь у нас. Например, в нашей серверной стойке. Чтобы мы могли контролировать по необходимости трафик, могли чего-нибудь сохранить, могли самостоятельно администрировать. И если что-то упадет, мы могли это сами починить. А в-третьих, конечно же, на момент 2016 года все, включая руководство, хотели, чтобы этим средством коммуникации можно было пользоваться не только традиционно с ПК, не только, допустим, через веб, но в идеале с ПК, из веб, с мобильных устройств, с СО, с андроид, у кого что есть. Это тоже было критерием. Наконец, конечно же, одним из самых главных нареканий на Jabber, точнее, на конкретную его реализацию, было отсутствие синхронизации истории между клиентами. То есть клиенту-менеджер убился, вся ценная переписка потеряна. И поэтому все хотели, чтобы сервер как-то это умел. В итоге, после перебора ряда вариантов, там была отдельная длинная история, был выбран Rocket Chat в качестве основного кандидата. И какое-то время он даже просуществовал в этом состоянии. За это время он был развернут, у него были загнаны тестеры, и он в таком состоянии работает уже чуть больше двух месяцев. Хотя нет, на самом деле дольше, но вот активная стадия началась два месяца. Первоначальная инсталляция была весной, потом была вторая волна, и я сейчас как раз рассказываю про нее. Когда я подключился к этому вопросу, изучил ситуацию, то есть я обнаружил, что, во-первых, Rocket Chat надо обновлять, во-вторых, собственно, обновить или же развернуть его абсолютно несложно. То есть он предоставляется разработчиками в виде возможности установки докер-образа из докер-регистра, например, либо в виде торбо с прикомпилированными всеми необходимыми бинарниками плюс кучей JS-кода, плюс готовой инсталляции монта. Можно прямо запустить из папочки стартовым скриптом, оно будет работать. Надо сказать, у нас он два месяца в таком состоянии и работает. Потому что, ну, пока не ясно, куда мы его потом будем переносить. И это вполне нормальный работающий способ. То есть он не плов, там можно выкрузить монгу, вытащить его куда-нибудь еще. Наконец, конечно же, можно все сделать очень правильно и скачав исходный код из гита отдельно, Rocket Chat о монге отдельно, завязать их друг между другом. Далее, в том случае, если такая задача вообще стоит, разработчики Rocket Chat предусмотрели возможности активно развивать это направление установки своего приложения через различные пас-платформы, платформа-сервис, через Amazon, через Heroku, через что-то еще, там очень длинный список на сайте. Я лично этой возможностью не пользовался, но она есть, и чуть ли не вплоть до нажмите на эту ссылку, у вас будет свой Rocket Chat. Мы в данном случае используем второй вариант, то есть размещение на собственной, в данном случае, виртуальной машинке в собственной серверной стойке. Сам по себе Rocket Chat работает с загнутым под капот на кучу JavaScript, запускаемого через Node.js, плюс React.js, плюс что-то еще JS, и хранит данные в MongoDB. Все достаточно древиально. В процессе эксплуатации, начиная с как минимум активной стадии, когда я подключился к проекту, начиная с середины лета, во-первых, выяснилось, что Rocket Chat не то чтобы как от свободного и открытого программного обеспечения не требует лицензирования и отдельной покупки чего-то, но ко всему прочему он особо не беспокоит. То есть я на него не отвлекаюсь. Мне не приходится его чинить каждые пять минут. В отличие от той же самбы с AD. И в силу чего расходы по имени, например, внимание на него очень-очень-очень низкие. То есть он работает, он не падает, он был запущен месяцев назад. Ну все, все, что можно по этому вопросу сказать. У него весьма простое и реальное обновление. Он состоит из двух компонентов. То есть можно либо Mongo куда-то выгрузить через MongoDump и потом загрузить обратно. Можно Mongo не выгружать, можно просто взять отдельно инсталляцию рокетчата, оставить Mongo на месте, рокетчат оставить в сторонку, поставить новый рокетчат, запустить новый рокетчат. Он запустится, все подхватит. За это время прошли уже прошли путь обновления от версии 0.23, если мне не изменяет память, до версии 0.38. И все вполне нормально. И он предсказуем. То есть так как его анатомия мне, например, вполне понятна, ну и думаю, не только мне, так как это джаваскоп-приложение плюс Node.js, от него понятно, чего ждать. То есть у него понятная отзывчивость, скорость, зависимость от тех же каналов. То есть это веб-приложение, как ни крути. И, соответственно, то есть он пока меня не порадовал какими-то совсем уж странными вещами, то есть про которые нужно долго вгрызаться в документацию, чтобы понять, как это вообще настраивается. Это меня радует. Из-за однозначных плюсов, наметившихся за вот этот период исключительно практического использования, я, например, все это время исключительно через него переписываюсь со своим непосредственным руководителем и еще парой-тройкой активных энтузиастов, можно отметить, что он достаточно быстрый именно в плане серверной реализации. То есть я еще ни разу не видел, чтобы он прям задумался и думал, и думал, и думал, и думал, а потом вот что-то с ним произошло. В том случае, если нет, конечно же, проблем со связью. То есть пока я сижу со своим компьютером или у себя дома, то есть я просто не задумываюсь о том, что там под капотом. Он, конечно же, универсальный. Это да, это плюс. У него есть ап под iOS, у него есть ап под Android, и то, и другое работает, как я еще отмечу позже, но в целом работает. У него корректно работает пуш-нотификация, в отличие, например, от Skype, то есть который меня под iOS в этом плане совершенно не радует. То есть то пришло от него сообщение, то не пришло. А в итоге чат приходит? Всегда. Пуш, причем там идет через какой-то внешний, само собой, сервис, который вы в своей инсталляции гавочкой можете включить, использовать или не использовать. У него есть email, соответственно, нотификация, но это стандарт. У него есть ряд настроек о том, то есть в каких случаях свать, не свать эти уведомления. Все достаточно стандартно. Конечно же, то, что он открытый, то, что он лежит на GitHub, то, что его можно дописать, то, что можно пойти к команде разработки, которая изначально началась в Бразилии, но сейчас там и французы есть, и что-то еще. То, что на GitHub в данный момент активно идут переписки типа нет такой вот фичи, то есть давайте ее организуем, нет, давайте вот так, нет, давайте вот так, и в итоге они договариваются, действительно пишут патч. Это заметно. То есть в день, и это четвертый пункт динамика развития, то есть в день мне может полететь от GitHub по поводу руки чата, то есть несколько десятков уведомлений на тему того, как мы дальше будем его развивать, или а вот еще баг, давайте закроем, давайте. И может быть даже в течение дня его закрывают. И это очень круто на самом деле. То есть постоянно глядя на какие-то новые фичи. Вплоть до того, что сначала люди пожаловались на вот это, то есть потом я через две недели об этом вспомню, а оно уже закрыто. Конечно же, у него есть и минусы. Ну, во-первых, это все-таки сырость. Ну, это версия 0.38. Ну, чего мы хотим от версии 0.38? То есть не сказать, чтобы она падает. Она не падает. Но при этом, например, все-таки это сложный многокомпонентный комплекс. То есть, например, одно время в течение конца августа, начала сентября долгое время сохранялась ситуация, когда десктопный клиент рок-чата под Windows, ну, который открывается, запускает внутрь веб-кит, насколько я понимаю, и подгружает этот самый рок-чат, не отдавал уведомления. То есть он просто из треи, то есть ничего не вылазило. Сейчас они это починили, надо сказать. И, опять же, весьма быстро. Второй минус, ну, такой неочевидный, плюс-минус кому как, он, конечно же, работает только онлайн. То есть это веб-чат, это веб-приложение. То есть это его и плюс, и минус, это его особенность. Если вы откроете, находясь вне зоны действия какой-либо IP-сети, откроете ваше мобильное устройство и нажмете рок-чат, вы не сможете посмотреть старую историю, в отличие от Телеграма или Скайпа. Он просто вам ничего не подгрузит. И вся история только на сербе. Отключая картинки, прочие вложения и так далее. Кстати, вложение он хранит хорошо, процесс управляемый, можно там, запелить себе 200 гигабайт, контролировать его, квотировать и прочее. Не говоря уже о фильтрах того, что можно загружать, а что загружать нельзя. Далее. Пункт третий. То есть неоднократно отмечавшийся нашими тестерами всех уровней. То есть начиная от просто тестеров, до тестеров очень важны, мнение которых важно для дальнейшего развития Unidane. У него несколько альтернативный юзер интерфейс в порядке случаев. Например, самый вопиющий пример. С какой-то интересной, наверное, бразильской традиции, уроки чата, как по цитированию сообщения и отправке его в чат, сообщение появляется в итоге под тем текстом, который вы написали, а не над ним. Что вызывает лютейшие совершенно, то есть неиллюзорные, эмоциональные страдания, то есть людей, привыкших к альтернативному поведению в Skype, Telegram, где угодно. То есть это отмечают все, просто практически все. Хотя, ну, казалось бы, мелочь. Но там еще что-то по мелочи, вот такое. То есть, причем они это чинят. И опять же, в силу открытости я имею надежду, что если уж кого-либо это окончательно достанет, он напишет патч, где будет галочка, отображать цитаты в нужном месте, и все. Все будет. Далее. То есть и все-таки в качестве минуса я могу, пожалуй, отметить его мобильные реализации. Они медленно грузятся. Так как это веб-приложение, то есть оно, видимо, не очень активно кэширует на текущий момент на устройстве все, что нужно. Я не мобильный разработчик, я в точке этого не отлаживал. Но когда вы его запускаете, он грузится и грузится и грузится и грузится и загрузился. Работает. С нормальной скоростью работает. Но грузится долго. И это многих тоже очень огорчает, особенно после того, что, о, вайбер запустился, о, давайте написали сообщение. Вот так. Это стоит учитывать. Ну и выводы. Опять же, по результатам этого практического тест-драйва. Во-первых, все-таки ракетчат это пока, как минимум пока, это все-таки немного не enterprise. Ну, то есть, и не только потому, что это какая-то пионерская поделка, open source и прочее, и не в мваре всех, и не имеет коммерческой поддержки. А просто потому, что создатели его хотя бы user interface, user experience не затачивали под работу, например, крупных команд. Там нет подразделения на отделы. Там нет группы, которые можно просто взять, вот группу всю, например, группа менеджера и добавить ее в обсуждение. То есть, там этого на текущий момент нет. Хотя, кстати, LDAP работает просто отлично. Всех подгрузил, все прекрасно, то есть, можно не заморачиваться о регистрации. Никаких сбоев по этому подключению по LDAP я за все это время не наблюдал. Тем не менее, то есть, сроки чата, в общем, в целом работают вполне прилично. И даже в нашей относительно небольшой команде, в которой там чуть больше 100 человек, несколько отделов, есть какие-то удаленные сотрудники и прочее, он может выполнять ту задачу, которая изначально перед ним ставилась. Изначением групп, которые можно дописать, посадить нашего веб-разработчика, чтобы он освоил React.js и написал. Так что, а учитывая динамику развития, вот эти вот бесконечные обсуждения, коммиты и прочее из GitLab, ползущие, то есть, выглядит это очень многообещающе. Как-нибудь потом, к версии может быть 0.7. В общем, поживем, увидим. Как и судьба RokicChat, в целом судьба RokicChat на моем большевом предприятии, пока не ясна, потому что есть альтернативы и все еще рассматривают. Достаточно медленно, то есть, это уже вопрос административный. Ну, а узнать больше про RokicChat вы можете по их адресу. Андрей, спасибо. Вопросы? Вопросы. Уточнение по поводу онлайности этого RokicChat. Вы сказали, что оффлайн он вообще никак не открывается, не работает. Соответственно, вопрос такой. Если я отключу сет-сети, потом включу сет-сеть снова, он заново всю историю выгружает и грузит мне мой бедный мобильный интернет, за который я плачу? Я пока не изучал вопрос настолько глубоко и вообще редко пользуюсь мобильным интернетом, надо сказать. Я вот такой вот консерватор, то есть я либо Wi-Fi, либо... Ну, просто вопрос того, как оно синхронизируется, кэшируется ли оно на стороне клиента хоть как-то. Я не изучал клиента, я не являюсь мобильным разработчиком. Можете самостоятельно ознакомиться с кодом, там же все есть. Хорошо, спасибо. На сайте RocketChat я увидел, что у них еще есть видеоконференции, аудиозвонки. Вот это вы тестировали, смотрели, как оно работает? Я посмотрел, как это работает, я посмотрел, что это WebRTC, то есть я тут испытал некоторый приступ, как бы сказать, предубеждение, наверное, то есть и так как этого не было в ТЗ, и так как это все-таки может несколько... но это отдельный компонент, который в принципе не использовался, поэтому я его сразу отключу. Вот и все, что я могу сказать по этому вопросу. Есть специализированные приложения, они это умеют, наверняка лучше, чем какой-то WebRTC. Здравствуйте, меня зовут Игорь, вопрос прямой, если не работает в интернете, почему не использовать Telegram? Есть чаты, есть секретные чаты, есть файловая перекидка любых форматов. Все проще, ничего не надо там на костылях создавать, запустил, установил, под Linux работает, вообще под системами работает. Спасибо за вопрос, Игорь. Да, мне известен пример одного предприятия, работающего сфере, опять же, веб-хостинг-провайдинга, который действительно использовал подобное решение и, вероятно, на текущий момент все еще использует. Однако, не все так просто. То есть, заметьте, там был пункт ТЗ, то есть, в котором был некоторый момент инклюзивности. Контроль. Мы не контролируем Telegram. Это может быть как плюсом, так и минусом. И в данном конкретном случае, в рамках соответствия ТЗ, это скорее минус. Ну, ладно. Может, измените, все прозаично. Такой вопрос. Насколько я понимаю, сторонних клиентов нет. Только то, что разрабатывает сам RocketChat. Да, и меня лично это огорчает, потому что я предпочу увидеть какой-нибудь консольный, например, клиент для него, но на текущий момент его нет. Это именно веб-приложение. И несмотря на то, что у него есть тот же открытый API, который позволяет писать ботов и даже там какой-то connection слаг, то есть, это именно веб-приложение. И плюс, и минус. API и REST API, да, у них? Не погружался вопрос, но он есть. То есть, это точно интересно. У него есть документация. Хорошо. Еще один вопрос. Контроль состояния клиентов у них есть? То есть, видеть, что клиент в онлайне либо вне онлайне? В смысле, конкретный собеседник? Да. Да, это есть. Потому что для корпоративного чата это очень важно. Да, он работает, да, там можно ставить ручной статус, то есть, этот функционал реализован, на экране не вызывал. Хорошо. Еще такой же вопрос в догонку. Про развертывание. Насколько я понял из вашего слайда, что пакеты, они не собирают? Это not.js приложение. Они могут выйти в тарбок, который можно скачать, распаковать, запустить там start.sh. Ну, как бы это не очень хорошее место. И все. То есть, это не полностью бинарное приложение, грубо говоря. Это не бинарное приложение. Ну, все равно. То есть, полноценные пакеты для DEP, RPM они не собирают. Для DEP отсутствует на текущий момент, однако, учитывая, как все это реализовано на самом деле, то есть, вполне можно организовать continuous integration доходить через тот же GitLab. Ну, как бы это не совсем так. Может быть, да, это несколько неактодексально. Это такое новомодное видение, но это не UnixWay, скажем так. Не соглашусь, принципиально. Ну, спасибо за мнение. Как там обстоят дела с безопасностью? То есть, есть ли защита какой-то информации, передаваемой между пользователями от других пользователей? То есть, можем мы организовать, например, какой-то чат там для, как скажем, отдела какого-то, и чтобы другие пользователи не имели туда доступа? И вообще защита как бы между сервером и клиентом? Есть ли там какая-то защита? Поддержка ОТР присутствует, закрытые чаты присутствуют. Для шифрования трафика, соответственно, как для приложения, используется стандартный механизм SSL. Скажите, пожалуйста, а среди каких других альтернативных, так скажем, реализаций корпоративных чатов вы выбирали? То есть, можете еще какие-то другие альтернативные, которые пока... Да, конечно. Я, конечно, не буду делать полный обзор в рамках доклада. Это неуместно. Однако, технически в нашем ралли участвовали еще такие продукты, как Mattermost, множество мелких практиков с GitHub. Клауд-платформы типа Slack, HipChat, например, мы не рассматривали. Но, опять же, в силу ТЗ было такое вот изначально. То есть, это не вопрос симпатий в принципе моих личных. И на финальном забеге участвовали RockChat и Mattermost. Mattermost, надо сказать, неплохо. Он в большей степени вылезан. За ним стоят деньги. Не только сообщества, точнее, но и деньги. Поэтому у него банально лучше UI, UX. У него правильно сделаны цитаты, но поддержка лудапнем стоит что-то типа 20 долларов на год на человека. Все. А так, пожалуйста, берите. То есть, он неплохой. И, кстати, для несущественного качества того, что сказано про RockChat к нему применимо. То есть, та же реальность развертывания. Андрей, спасибо большое. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...